Масоны в России, как, впрочем, и во всем мире, всегда были окружены ореолом таинственности. С самого начала истории своего существования относительная закрытость этого движения порождала вокруг себя жаркие споры среди непосвященной публики. Естественно, что такая загадочность приводила к возникновению различных теорий заговора. Самой популярной концепцией конспирологов относительно масонства является вменяемое им создание подконтрольного мирового правительства, которое распоряжается всеми ресурсами планеты по своему усмотрению и определяет направление развития человечества. В рамках становления этого нового мирового порядка масонским ложам часто приписывается организация заговора против Российской империи, который в конечном счете привел к революционным брожениям в стране и закату правления династии Романовых. Так ли это было на самом деле? Предлагаю нам совместно рассмотреть этот вопрос и попытаться найти на него ответ. Для полноты картины в этом видео будет выполнен комплексный обзор масонского движения в царской России, а вы в свою очередь не забудьте поделиться в комментариях своими мыслями на эту тему и оцените ролик лайком, если он вам покажется интересным. Важно уточнить, что все рассказанное далее может идти вразрез с мнением значительной части аудитории, но опирается на научные работы различных исследователей, которые опубликованы в открытом доступе. Поэтому для объективной оценки важно не разрывать нить повествования и посмотреть этот ролик полностью. Также желающие ознакомиться с материалом лично, как всегда, могут найти все ссылки на источники в описании. Приятного просмотра! Масонские ложи, основанные на территории Российской империи, были тесно связаны с Европейским братством и зачастую копировали одно из многочисленных направлений течения. В связи с этим ценно будет определиться с тем, чем отличались основные школы масонства друг от друга и где возникла отправная точка их бурного развития. Все началось в Англии. Во второй половине 17 века многочисленные до этого ремесленные гильдии каменщиков стали понемногу распадаться. Проходившие в производственных помещениях собрания посещало все меньше участников и в их ряды постепенно начали принимать людей, не имеющих никакого отношения к реальной обработке камня. Известно, что первопроходцем стал Элиас Эшмал, вступивший в ряды каменщиков в 1646 году. С этого момента процесс формирования масонских обществ без явной принадлежности к профессии приобрел массовый характер. Все это привело к тому, что 24 июня 1717 года в лондонской таверне Гуси Рашпер образовалось первое крупное масонское объединение, вошедшее в историю как Великое Ложе Лондона и Вестминстера. Движение переняло предшественников обрядовую атрибутику в виде знаменитых циркулей, угольников и молотков, а также ввело аналогичную структуру в виде трех ступеней – ученика, подмастерия и мастера. Эта ложа стала основательницей так называемого классического, а по другому мнению единственно верного английского направления в масонстве. Фундаментом движения называлась философско-нравственная деятельность. В уставе организации закреплялись различные требования к участникам. Они обязывались вести благотворительную и просветительскую активность, стремиться к собственному духовному совершенствованию и познанию, верить в Бога, изучая его проявления в природе и человеке, и в целом трудиться на благо общества. Вообще, тема Бога и веры занимала важное и своеобразное положение в английском масонстве. Все обязаны были веровать, но принадлежность к какой-либо определенной конфессии не имела значения. Богом они называли общего для всех великого архитектора Вселенной, и каждый сам для себя решал, как он должен верить. Дабы исключить разлад в рядах братьев, устав ложи также старался регулировать и другие спорные моменты их взаимоотношений. Например, запрещались политические обсуждения, которые неизменно приводили бы к обострению обстановки. В 1720-х масонство стало активно распространяться за пределы Англии. Сформировалось мистическое шотландское течение, которое объявило себя духовным наследником Ордена Тамплиеров. Проводя в тайне свои собрания, это направление укрепило первые ростки недоверия ко всему движению. Примерно в эти же годы возникают масонские течения и во Франции, где вольнодумие каменщиков стало пропитываться политическими воззрениями. Вероятнее всего это связано с режимом абсолютной монархии и острой социальной обстановки внутри страны. Этот момент стоит запомнить, так как впоследствии франкмасонство оказало огромное влияние на настроение российских лож. И перед тем, как уже наконец перейти к обстоятельству дела внутри Российской империи, стоит отметить, что в 1738 году окончательно сформировалась теория о политическом масонском заговоре, возникшая после публикации 17 папских посланий главы католической церкви Клементия XII. В них он обличает вольных каменщиков в виде сатанинской секты и последователей Люцифера. Масоны также объявлялись еретиками, обвинялись в проведении магических ритуалов и подготовке к приходу Антихриста. Процесс антимасонской пропаганды был запущен. По одной из легенд, первым масоном в России был Петр I. Якобы он был посвящен в ложу, находясь в Англии во время своего путешествия вместе с Великим посольством. Но подтверждающих эту информацию фактов не обнаружено, поэтому на данный момент она считается недостоверной. Таким образом, годом образования масонского движения в России считается 1731, когда из Англии прибыл капитан Джон Филлипс с миссией основания здесь провинциальных лож. На первоначальном этапе практически все братство состояло из иностранцев. Затем, к середине столетия, россиян становилось все больше, и некоторые дворяне стали открывать свои собственные ложи, которые носили английский и германский исключительно духовный характер. В целом, во времена правления Елизаветы Петровны отношение правительства к масонству было снисходительным, хотя и подозрительным. Что неудивительно, так как в Европе в это время французское течение все быстрее начинает политизироваться, и западной монархии стало чувствовать с его стороны угрозу абсолютному режиму власти. Сменивший на тронь Елизавету Петр III сам считался масоном прусской школы и причислялся к петербургской ложе скромности. Вместе с тем политические элементы франкомасонства стали появляться и в России. Так часть братства не одобряла политику нового императора, и некоторые из них, например, граф Орлов, участвовали в его свержении. Отношение Екатерины II к масонству было негативным с некоторыми периодами послабления. Она всерьез опасалась заговора против себя и пыталась исключить влияние каменщиков на сына Павла. Масонство в этот период стало развлечением аристократии, а связь с истинными духовно-просветительскими корнями движения утрачивалась. Например, собрание одной из первых крупнейших объединений лож под предводительством Ивана Перфилевича Елагина со слов очевидцев были похожи больше на маскарады с пением пьяных непотребных песен. Вдобавок сам Елагин писал о том, что в первую свою ложу он вступил из праздного любопытства, в поисках полезных связей, но в целом елагинские ложи чурались политики и представляли собой смесь многих масонских течений на основе английской школы. В начале 1770-х в России появилось второе мощное масонское течение, основанное на шведской системе. Она состояла из сети орденов разных градусов посвящения, и главным ее отличием от английской была приемлемость только христианской основы веры в Бога. Возглавлял это братство король Швеции Густав Третий, который во время своего визита в Петербург посвятил масонство цесаревича Павла. Из этого движения вылилось, пожалуй, самой значительной масонской организацией Екатерининской эпохи под управлением Николая Ивановича Новикова. Новиковские ложи вели в Москве активную просветительскую деятельность, содержали школы и библиотеки, создавали семинарии, занимались благотворительностью и многим другим. Из их типографии выходили прогрессивные для того времени журналы и книги, насмехавшиеся над крепостным правом и самодержавием. Видя влияние Новикова и его ложи на Павла, Екатерина вновь обеспокоилась о вольнодомстве масонов. Были произведены обыски в типографии и опечатана 461 книга. В 1792 году императрица, издав соответствующий указ, решила окончательно запретить масонство в России, а Николай Новиков был отправлен в заточение. Таким мерам поспособствовала начавшаяся Великая Французская революция, в которой активное участие принимали масоны, и разговоры об их всеевропейском заговоре усилились. Стоит отметить, что также в это время английские ложи обвиняют континентальные в излишней политизированности. Можно сказать, что с этого момента происходит разделение на классических масонов и прочих, отдалившихся от первоначальных идей. Став императором, Павел скорее в пику своей матери, чем из личной надобности освобождает Новикова, но продолжать вести издательскую деятельность так ему и не разрешил. Новый правитель грезил собственными мечтаниями. Будучи масоном шведской системы, он вынашивал план по сближению православной и католической церкви. Путем проведения реформ предполагалось отменить все противоречия между двумя ветвями христианства. А самое интересное то, что возглавить объединенную церковь должен был сам Павел, но, как известно, его мечты оборвал очередной переворот. С начала 19 века число лояльных к политике франкомасонов в Российской империи стремительно увеличивалось. Вместе с тем в среде консервативного дворянства усиливались и антимасонские настроения. Очередной император Александр I, известный своими мистическими увлечениями, решил взаимодействовать с потенциальными оппозиционерами более тонко. Вместо того, чтобы бороться с ними, он решил их возглавить. Этот план государю предложил Спиранский совместно с министром полиции Балашовым. Вступив в 1810 году в ложу «Полярная звезда», Спиранский начал изнутри влиять на масонскую деятельность и направлять ее мысли в нужные для власти русла. Была введена в работу особая комиссия, через которую ложу проходили практически государственные лицензирования. Однако приближающаяся Отечественная война разрушила идиллию вольных каменщиков и государства. Консерваторы все более настойчиво развивали идею антимасонского заговора, поползли слухи о связях Спиранского с Наполеоном, вспомнили также и ранее продвигавшиеся им инициативы по реформированию церкви. В итоге Спиранского самого стали называть заговорщиком, в результате чего он был отстранен от престола и отправлен в отставку. После войны 1812 года масонство в России стало еще больше отдаляться от своих корней. Офицеры, побывавшие за границей, прониклись французским свободомыслием и распространяли свои идеи на родине. Это способствовало созданию тайных политических обществ. Известно, что почти половина подпольной организации декабристов, деятельность которых была направлена на борьбу с крепостным правом и самодержавием, когда-то состояла в различных масонских ложах. К концу своего правления Александр отказывается от мистических пристрастий и глубоко проникается православием при наставничестве архимандрита Фотия. В 1822 году масонство вновь оказывается запрещенным движением на территории Российской империи, уйдя в тень вплоть до конца XIX века. За это время отгремело несколько французских революций, в которых вольные каменщики играли не самую последнюю роль. Практически полностью распрощавшись даже с последними формальными масонскими обрядами и традициями, континентальное братство становится почти полностью политическими организациями. Находясь в обале, жизнь российского масонства теплилась во Франции, куда по различным причинам съезжались иммигранты. Видя собственными глазами результаты борьбы за конституционные свободы, российские иммигрантские ложи впитывали идеи и ждали шанса на возвращение. Это стало возможным после 1905 года, когда император Николай II издал манифест, дающий право на создание союзов и проведение собраний. В 1906 году с прибытием Максима Ковалевского история масонства в России получила новый виток. Открываются многие филиалы ложи Великого Востока Франции. Тем временем обстановка в стране была близка к критичной. Острые, неразрешенные социальные вопросы, революция, русско-японская война, кризис самодержавия и другие проблемы приводили к поиску врагов, как внешних, так и внутренних. В связи с этим возвращение масонов вновь усилило разговоры о мировом заговоре. Черносотенные издания публиковали обличительные статьи, зачастую скопированные у промонархических европейских авторов, смутно описывавших деятельность орденов. Некоторые памфлеты выглядели особенно фантастическими. Так, например, в восстании декабристов 1825 года описывалось как сознательное массовое масонское жертвоприношение. Вдобавок, именно в начале 20 века усердно предпринимались попытки плотно увязать масонский вопрос с еврейским. Этому в значительной мере поспособствовали опубликованные чуть ранее протоколы сионских мудрецов. Эти доказано подложные документы получили печально известную огласку, и рассказ о них заслуживает отдельного видео, которое появится в скором времени, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Очевидно, что важность влияния масонов на политику Российской империи была значительно преувеличена. Для сравнения можно посмотреть на численность представителей вольных каменщиков в Государственной Доме Российской империи 1-го созыва 1906 года. Из 448 депутатов только 11 были масонами, тем более, что с отделением российских лож от французских в 1912 году единственной нитью, связывающей первых с регулярным масонством, осталось градацией на разные степени посвящения, сокращенной до двух ступеней – учеников и мастеров. Российское вольное каменчество выродилось в обыкновенные политические кружки, собрания которых проводились на конспиративных квартирах, а попасть в них можно было, просто пройдя собеседование. Это движение представляло собой внепартийную оппозиционную ячейку, в которую входили представители совершенно разных партий. Здесь они обсуждали думскую повестку и искали точки соприкосновения. Вплоть до осени 1915 года никаких решительных революционных действий среди масонов не планировалось. Единичные радикальные предложения Некрасова и Мстиславского тонули в бесконечной череде разговоров и споров. Но в связи с неудачами русской армии на фронте Первой мировой идея переворота становилась все более популярной. Начинается сбор средств на его осуществление, в котором участвовал сам Керенский, вступивший в Братство в 1912 году. Тем не менее, реализация планов все затягивалась из-за вновь появившихся разногласий между ложами. Инициативу в свои руки решил взять Некрасов, действовавший без доказанной поддержки российских масонов. Помогал ему в составлении плана лидер партии октябристов Александр Гучков, участие которого в какой-либо из лож вызывает вопросы. Их план состоял в захвате царского поезда Николая II осенью 1917 года, где император отрекся бы от престола в пользу сына, но и к задумку сорвала Февральская революция, ставшая для каменщиков полной неожиданностью. Такой была история масонства в Российской империи. А теперь давайте попробуем ответить на поставленный в начале ролика вопрос. Принимали ли участие масоны в заговоре против России того времени? Судя по всему, нет. И вот почему. Во-первых, само по себе движение классических, настоящих масонов изначально было и остается политичным. Оказавшись в континентальной Европе, братство вольных каменщиков мутировало в так называемые парамасонские ячейки, которые со временем все больше теряли связь с первоисточником и к закату Российской империи начала 20 века стали обычными политическими кружками. Отсюда можно сделать вывод, что и называть масонами такие организации неверно. Поэтому вопрос участия масонства в каком-то глобальном заговоре отпадает сам собой. Во-вторых, подводить под конспирологические теории глобальные общественные процессы в Европе и России того периода истории также некорректно. Очередной виток осознания человечеством, своего положения в мире, вел к разрушению привычных устоев и созданию новых. Так было всегда и при переходе от первобытно-общинного строя и при крахе феодализма. Абсолютной монархии, единоличная власть, передаваемая по наследству, уже не казалась чем-то правильным и непоколебимым. Естественно, что консерваторы пытались сохранить свое положение и раскручивали машину пропаганды на полную мощность. А оппозиция, вынужденная ввести скрытную деятельность, только давала лишний повод для обвинений в свой адрес. Под такие критерии и попадали парамасонские движения, большинство которых, по сути, боролось за свои конституционные права, без замыслов мирового господства. В-третьих, конкретизируясь на событиях в России начала 20 века, очевидно, что рядовой по тем временам политический кружок парамасонов не имел под собой реальной силы. Их представительство в думах разных созывов было минимальным, а во временное правительство входило всего три человека из ложи, что в контексте заговора кажется малоубедительным аргументом, но и на их место менее чем через год пришли совершенно другие люди. Обобщая, можно добавить, что мнение о победе мирового правительства над Российской империей кажется недостаточно обоснованным. А на сегодня все, не забывайте оставлять свои комментарии под этим роликом. До скорого!